Все началось с одного простого, но дерзкого вопроса, который задал один любопытный ученик. А что, если бы растения могли светиться в темноте? Вдохновленные его любопытством, группа ученых-биологов решила объединиться с этой группой школьников, чтобы попробовать воплотить идею в реальность. На первый взгляд это казалось чем-то из научной фантастики, но для исследователей и их юных помощников такая мечта выглядела как увлекательный вызов. Идея заключалась в том, чтобы создать генетически модифицированные растения, которые могли бы испускать мягкое приятное свечение, обеспечивая естественное освещение в ночное время. Проект сразу же привлек внимание общественности и научного сообщества. Представьте только реакцию людей, когда они узнали, что группа тинейджеров вместе с опытными учеными создает что-то, что может навсегда изменить способ, которым мы освещаем наши дома и города. Первый шаг был концепцией – выбор подходящих растений, которые могли бы не только принять новшества, но и развиваться в результате изменений. Юные гении вместе с мудрыми наставниками занялись сложным процессом кодирования ДНК растений. Благодаря современным технологиям редактирования генома, школьники и ученые смогли внедрить гены, ответственные за биолюминесценцию, в клетки растений. Это было начало революционного эксперимента, который не только объединил поколения, но и заставил людей по-новому взглянуть на привычные вещи. Вскоре стало понятно, что результаты могли превзойти все ожидания. Но как прошел первый успешный этап создания светящихся растений и что именно помогло этой мечте стать реальностью? Первый проблеск в создании светящихся растений начался с интенсивных исследований и экспериментов, которые не сразу увенчались успехом. Все началось с поиска источников биолюминесцентных генов. Ученые обратили внимание на светящихся морских обитателей, таких как медузы и светлячки, и внимательно изучили их ДНК. Но перенести это природное явление на растения оказалось сложнее, чем можно было предположить. Первые попытки внедрения генов дали лишь слабое свечение, едва заметное в темноте. Юные исследователи и их руководители были не из тех, кто сдался бы при первых трудностях. Они провели множество проб и ошибок, экспериментируя с различными видами растений. От обычных комнатных до экзотических сортов. Каждое растение требовало особого подхода и тщательного наблюдения. Но настоящий прорыв произошел, когда команда решила использовать гены, отвечающие за биолюминесценцию у грибов. Новый метод дал первые реальные результаты, когда листья растений начали излучать мягкий зеленоватый свет. Целые месяцы упорного труда и ночных экспериментов привели к созданию первых образцов, которые смогли светиться на протяжении нескольких часов. Это было революционное достижение, которое вдохновило команду продолжить разработку и улучшать технологию. Успех первого этапа заворожил как ученых, так и школьников, подарив надежду на будущее, где светящиеся растения станут частью повседневной жизни. Но на этом путь не закончился. Ведь впереди ждали новые вызовы и неизведанные горизонты. Теперь, когда растения начали светиться, возникает вопрос, как это возможно? Удивительные свойства светящихся растений стали возможны благодаря мастерскому использованию науки и генной инженерии. В основе технологии лежит внедрение генов, которые отвечают за производство люциферазы. Фермента, вызывающего биолюминесценцию. Этот фермент позволяет растениям использовать свою естественную энергию для создания мягкого света. Сложность заключалась в том, чтобы правильно интегрировать эти гены в геном растений так, чтобы они не мешали их росту и развитию. Ученые и школьники работали над тем, чтобы найти идеальный баланс. Их усилия сосредоточились на том, чтобы растения сохранили свои естественные свойства, но приобретали способность светиться, создавая атмосферу, напоминающую ночное небо. Каждый этап был подобен настройке сложного механизма, где каждое изменение могло повлиять на конечный результат. Работа с ДНК растений требовала точности и терпения. Однако, когда команда нашла способ стабильно производить свет, они поняли, что сделали шаг навстречу устойчивому источнику освещения. Эти открытия позволили не только создать светящиеся растения для домашних условий, но и открыть новые горизонты. Прогресс не остановился на достигнутом. Впереди ждали еще более амбициозные проекты, стремящиеся изменить облик целых городов с помощью светящихся парков и улиц. В следующей части мы рассмотрим, как эти достижения повлияли на повседневную жизнь и изменили наши дома. Когда светящиеся растения стали реальностью, они быстро изменили облик наших домов. Представьте, в вечерние часы вы уже не включаете старые лампы или яркие светильники. Вместо этого мягкий зеленоватый свет, исходящий от растений, наполняет комнату уютом и спокойствием. Эти живые светильники не только выглядели необычно, но и приносили ощутимую пользу, снижая потребление электроэнергии и уменьшая уровень стресса с помощью естественного освещения. Внедрение светящихся растений превратило обычные дома в нечто из футуристического романа, где каждая комната обрела свой уникальный стиль и шарм. Некоторые стали украшать свои гостиные крупными светящимися растениями, создавая уголки для отдыха и медитации. Другие же использовали миниатюрные излучающие свет, суккуленты для создания романтической обстановки в спальнях. Они стали не только источником света, но и важным элементом декора, с которым трудно было сравниться. Своебразные ночники из растений сделали возможным так называемое живое освещение, которое не раздражало глаз и помогало расслабиться после долгого дня. Несмотря на то, что изначально эти растения были доступны лишь в узких кругах энтузиастов и коллекционеров, их популярность росла с невероятной скоростью. Спрос на них увеличился, и благодаря этому удалось снизить стоимость производства, что сделало их доступными для большинства людей. Изменения коснулись не только интерьеров, но и экстерьеров. Светящиеся растения стали использоваться в садах и на балконах, добавляя природной магии в наши повседневные жизни. Однако они не только преобразовали наши дома, но и изменили представление о дизайне и декорациях, о чем мы поговорим в следующей части. В то время как светящиеся растения начали покорять дома, их истинный потенциал обнаружился в масштабах городов. Представьте себе мегаполис, где вместо привычных уличных фонарей улицы освещаются естественным светом растений. Эта экологическая революция привела к значительному снижению энергопотребления, что крайне актуально в условиях глобального изменения климата. Вместо потребления электричества растительная система поддерживала собственное свечение благодаря солнечной энергии, которую растения поглощали в течение дня. Светящиеся парки и скверы стали излюбленным местом отдыха горожан. Прогулки по таким местам создавали эффект пребывания в волшебном лесу, где каждый шаг сопровождался мягким светом, обтекающим тропинки и аллеи. Эти живые системы освещения не только экономили энергию, но и способствовали улучшению качества воздуха благодаря естественным свойствам растений. Они стали символом возрождения природы в урбанистической среде, сближающей человека и окружающую среду. Интересно, что светящиеся растения стали важной частью инфраструктуры устойчивых городов. Их использование в транспортных зонах, таких как станции метро и железнодорожные платформы, помогло создать более комфортные и безопасные условия для путешественников. Кроме того, такие решения позволили снизить затраты на освещение и значительно уменьшить углеродный след. Внедрение светящихся растений привело к переосмыслению городского ландшафта. Архитекторы и дизайнеры начали интегрировать их в свои проекты, что вдохновило на создание совершенно новых типов городских пространств. Эти инновации открыли новые горизонты для городов будущего, став важным шагом на пути к устойчивому и экологически чистому образу жизни. Но самое захватывающее еще впереди. В следующей части мы узнаем, как светящиеся растения стали не только частью городской среды, но и вдохновением для новых форм искусства и творчества. Когда свет начали использовать не только как источник освещения, но и как форму искусства, световые сады стали подлинной сенсацией. Эти живые инсталляции создали удивительное сочетание природы и технологий, превращая привычные парки в сказочные миры. Каждое растение было тщательно отобрано и размещено так, чтобы создать уникальный световой эффект, который менялся в зависимости от времени суток и угла взгляда. Люди стекались в такие сады, чтобы насладиться захватывающим зрелищем, которое дарило спокойствие и вдохновение. Световые сады начали активно использовать в тематических парках, где они стали центром притяжения для посетителей всех возрастов. Они организовывали целые вечерние шоу, где светящиеся растения играли главную роль, создавая завораживающие картины и иллюзии. Эти представления использовали динамическое освещение, которое синхронизировалось с музыкой и другими эффектами, чтобы создать полное погружение в атмосферу. Зрители с восторгом наблюдали, как световые узоры плавно сменяли друг друга, раскрывая новые грани природного искусства. Но не только парки привлекали внимание. Музеи и галереи искусств также начинали экспериментировать с использованием светящихся растений в своих экспозициях. Художники и дизайнеры создавали интерактивные инсталляции, где посетители могли взаимодействовать с живыми экспонатами, меняя их цвет и интенсивность свечения. Это новаторство открывало перед творцами бесконечные возможности для самовыражения, а зрители получали уникальный опыт, позволяющий им стать частью искусства. В частных коллекциях также начали появляться световые инсталляции. Коллекционеры украшали свои сады и дома, не просто экспериментируя с дизайном, но и создавая атмосферу, которую нельзя было воссоздать с помощью традиционных источников света. Эти живые произведения искусства добавляли интригу и загадочность в повседневную жизнь, делая ее более яркой и насыщенной. Так световые сады стали важной частью культуры, прочно занявшей место в сердцах людей и открывшей мир к новым формам творческого исследования. Световые инсталляции не просто стали частью нашего быта, но и вдохновили на переосмысление искусства в эпоху новых технологий. Появление светящихся растений открыло новые горизонты для бизнеса и технологий. Вообразите мир, где светильники и лампы становятся излишними, уступая место живым источникам света. Эта инновация привела к созданию целых отраслей по выращиванию и распространению светящихся растений, что стало настоящим удовольствием для инвесторов и предпринимателей. Производители растений начали разрабатывать новые сорта с различными цветами и интенсивностью свечения, предоставляя потребителям широкий выбор для воплощения их дизайнерских замыслов. Технологические компании тоже не остались в стороне, разрабатывая систему управления светом, которые позволяли владельцам контролировать яркость и оттенки свечения, через мобильные приложения. Это превратило светящиеся растения в интерактивный элемент умного дома, способный адаптироваться под настроения и потребности владельца. Кроме того, инсталляции таких растений стали не только стильным решением, но и важным шагом на пути к экологически чистой жизни, снизив потребление электроэнергии и сокращая углеродный след. Компании по ландшафтному дизайну увидели в светящихся растениях шанс создать уникальные конструкции и получить новых клиентов. Заказчики стали обращаться за созданием персонализированных световых садов и благоустройством территорий, превращая свои дома в места, наполненные природной магией и технологическими новшествами. Это привело к росту числа рабочих мест в отрасли и открыло новые направления для креативных профессионалов. Светящиеся растения также стали важным инструментом в образовательной сфере. Университеты и исследовательские институты начали внедрять технологии светящихся растений в свои лаборатории для изучения взаимодействия живых организмов и технологий. Это не только развивает науку, но и вдохновляет студентов и молодых ученых на новые открытия. Перспективы для бизнеса и технологий кажутся безграничными, и светящиеся растения продолжают менять наш мир на лучшее, вдохновляя на создание еще более амбициозных проектов в будущем. Светящиеся растения, которые когда-то казались далеким научным экспериментом, теперь стали частью нашей повседневной жизни, внося изменения в каждую ее сферу. В городской среде они уже начали преображать парки и улицы, делая их более безопасными и экологичными, а также создавая атмосферу, напоминающую фантастические фильмы. Благодаря этим растениям города стали выглядеть более дружелюбно и уютно в ночное время, что привлекало и местных жителей, и туристов. В домах светящиеся растения оказались не только источником света, но и утешением. Они помогли сократить потребление электроэнергии, что сделало их популярными среди приверженцев экологически чистого образа жизни. Живые светильники заменили традиционные фонари и лампы, добавляя естественный свет и уют в помещение. Этот мягкий свет не раздражает глаза и помогает расслабиться, превращая вечерний отдых в нечто почти ритуальное. В деловой и технологической сферах светящиеся растения также нашли свое место. Многие компании начали внедрять их в офисах, создавая более приятную рабочую обстановку и сокращая расходы на освещение. Использование растений как источника света стало символом инноваций, демонстрируя приверженность компании к устойчивому развитию и заботе об окружающей среде. Вдохновленные этой технологией архитекторы и дизайнеры начали интегрировать светящиеся растения в свои проекты, создавая уникальные интерьеры и экстерьеры, которые ранее сложно было представить. Этот подход не только придал зданиям неповторимый облик, но и улучшил качество окружающей среды благодаря естественным свойствам растений. Новые технологии управления освещением, позволяющие контролировать интенсивность и цвет свечения, открыли перед дизайнерами и архитекторами безграничные возможности для креативного самовыражения. Светящиеся растения также стали важной частью исследований и образования. Школьники и студенты, вдохновленные возможностями генной инженерии, начали изучать биолюминесценцию и разрабатывать свои проекты, что способствовало развитию науки и обучения. Светящиеся растения внесли свою лепту в формирование нового способа мышления, при котором наука и природа не противопоставляются, а гармонично сосуществуют, создавая светлое будущее для всех нас.